здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана 10 мая у нас сегодня наконец таки приходит нормальное тепло положительные ночные температуры хорошие теплые дневные температуры еще ночь назад у нас были заморозки ну вот тепло пришло и мы можем позволить себе снять укрытие с винограда значит снимаем смотрим как все перезимовало и разговариваем о том что в это время какие работы мы будем проводить на винограднике и Субтитры подогнал «Симон» 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 И укладывать им какую-то отраву Вот здесь вот видите, как они почки поели И здесь поедены, и здесь поедены Вот этот рукавчик практически целым остался Какие работы мы в это время проводим на винограднике? Конечно же, сухая подвязка Ее я вам показывала, про нее я вам рассказывала Обработок мы сейчас никаких не проводим Обработки будут позже И по обработкам будет отдельное видео Можно начинать зеленые операции Нормировка зелеными побегами, проломка На самом деле, смотрите, не так много больших побегов Пока что мы все делаем предварительно И убираем только двойнички Вот такие вот Вот один побег, второй убираем Вот здесь тоже даже тройничок Но вот эту выломать будет пока что неудобно Почку убираем Вот эту Сильно с проломкой мы пока что не торопимся Можно будет немножко подождать То есть только самое основное То, что явно лишнее То, что явно мешает Более подробно про нормировку зелеными побегами Мы с вами поговорим в отдельном видео И я вам расскажу, на что важно обратить внимание Касательно молодых кустов Особенно прошлого года посадки Хотя бывает, что и более взрослые кусты Так могут себя вести Вы открываете И вроде как он не показывает никаких признаков жизни Рано бить тревогу Повторюсь, еще было холодно Ну и всякое бывает Бывает, что чай здесь снырзает по каким-то причинам Оно было не готово к зиме Что мы делаем в таких случаях В таких случаях мы раскапываем земельку Сколько можем И ставим 5-литровые бутылки Ну это самый удобный вариант Заглянем туда Вот видите, почка уже начала просыпаться Бывает, что начинают пробуждаться почки вообще снизу Пока они дойдут до верха Может выйти на это и 2, и 3, и 4 недели Стараемся Ничего страшного Даже все потом может успеть вызреть То есть обкапываем и ставим бутылки Ну а если все хорошо, так как здесь То в общем-то пока что мы ничего не делаем Чуть-чуть подождем И тоже пронормируем Видите, верх немножечко, наверное, прихватило листики Здесь металлическая душка стояла Вот рядом с металлом немножко хватануло Кстати, это тот реформ Который я вам показывала тоже пару недель назад Вот этот реформ я не обрезала А вот рядышком костик, который я весной обрезала И посмотрите, насколько задерживается Развитие почек Видите, то есть там еще почки только-только А здесь уже вот такие Побеги То есть прием работает Ну а как его уже применять, либо не применять Вы решаете сами И пару слов про позднее открытие Вообще позднее открытие, либо раннее Что лучше, что хуже, ничего не лучше И ничего не хуже Лучше то, что вам удобно И, конечно, в каждом сезоне Все может быть по-разному Я считаю, что в этом сезоне нам очень повезло И мы смогли продержать виноград под укрытием До того момента, когда пройдет опасность заморозков Я надеюсь, что их уже не будет При этом, да, я вам показала, что есть почки маленькие Есть, конечно, уже и побеги Но на всем винограднике их не так много И в нашем случае лучше было ломать пару при подвязке Чем потерять всю вот эту зеленую массу Либо думать, как укрывать Бесконечно следить за прогнозом погоды Ну, это не самый лучший вариант Поэтому я считаю, что в этом сезоне нам все-таки повезло Пучу все равно еще холодную Пару дней назад я вам показывала И про это рассказывала Ну, а сейчас придет тепло И виноград свою наверстает На этом я с вами прощаюсь Большое вам спасибо за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки Пишите комментарии Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог Наших сортов винограда И мои контакты До новых встреч!